Те цвета, те фасады или те кухни, которые представлены на образцах в салонах, покупаются в первую очередь. Люди ломаются сразу, мужики ломаются на пятой минуте, это мы считали. По свободным мы снижаем остатки. И тогда срок пополнения динамический, он снизится автоматически. И выпуск будет уже не полтора месяца, а не 20. Конечно, во-первых, абсолютно не будет дыр никогда. Лайфхак, лайфхак. Не будет никогда дыр по складу, понимаете? Когда рулон, там меньше мусора, он запакован полностью, с завода идет. Это, на самом деле, классная идея, вот, правду говорить, именно сочетание продавать. Никто не думал? Напишите в комментариях, Диме. Потери, ну, что связано здесь у вас, излишнее перемещение людей, бегают туда-сюда. Вам необходимо вот применить методику 5С безбережливого производства. Это оптимальная оптимизация организации рабочих мест. Возьмите 5, там, 6 разных рулеток и сравните с форматником, который максимально подойдет. Вот вы должны брать только эти рулетки, никакие другие. Так, друзья, кого мы здесь видим? Знакомьтесь, пожалуйста, этого человека. Зовут Сергей, он эксперт по... А давайте он сам скажет, в чем он эксперт. Да, меня зовут Ганшин Сергей Николаевич. Я занимаюсь, во-первых, проектированием новых мебельных производств, потом модернизацией существующих, технологическим аудитом производственных процессов, консультированием. Именно все по технологии производства мебели. Да. Повышению эффективности работы мебельных производств. Вообще, Сергей, мы сейчас только познакомились лично, да, но узнал я о вас, в первую очередь, из комментариев, которые вы... В вашем видео. Да, Сергей оставляет очень емкие комментарии прямо вот по делу, понимаете. Не знаете, не вот эти хейтерские, а вот прямо он раскладывает по полочкам. И я ему, соответственно, написал. Сергей, говорю, как можно на вас выйти? После чего он написал мне, и вот, в принципе, мы встретились уже... В знакоме. Да, уже здесь. Завтра мы записываем, можно сказать, реалити-шоу, да, то есть мы записываем на настоящем производстве, настоящий мини-аудит. Я покажу, что такое основа технологического аудита. Так, у Сергея есть канал свой, там для производственников очень много полезностей. Мы оставляем ссылку. Инжиниринг-центр мебельной технологии. Друзья, переходите, подписывайтесь на Сергея, ну и на нас, конечно, подписывайтесь. Давайте вопросы, все расскажем, все покажем. Да. Как минимум, я думаю, подписчиков тысяча точно сейчас после этого ролика должна к вам прибавиться. Да. Сергей Николаевич нашел в Ютубе, вот, как организация мебельного производства. Мне было очень интересно, и мы его попросили к нам приехать. Значит, потратили мы на этот день, и нам основные ошибки показали, какие у нас есть на производстве, где материалы. У вас действующее производство? Да. Да. Вот. Очень классная штука. Узнал у Сергея Николаевича про нестинг. До этого вообще не понимал, что за слово нестинг. Вот, сейчас понимают, что это наше спасение. В небольших производствах мебели именно на заказ, нестинг решает очень многие проблемы. Вот, кстати, для многих интересно, да, по поводу нестинга. Рекомендация для мебельщиков. Начиная с какого, может быть, объема или масштаба нужно внедрять вот подобного рода оборудование? Ну, с нуля. В идеале, конечно, с нуля, но не будет позволять бюджет, я думаю, и с нуля это все внести. Если человек начинает с нуля, у него денег нету. Ну, как правило. Да. Ну, чаще всего. Поэтому это обычная форматка, обычный подклеечник, там, присадка. А если нестинг, то я так думаю... Во что обошелся станок, вот, назови сумму? Ну, мы нестинг внедрили, так сказать, на минималках, то есть не огромный станок, там, 10-метровый, а это обычный ЧПУ фрезер, вот так. Все вместе обошлось в миллион рублей. То есть это с насосами, с дополнительным оборудованием, вот. Смысл его, что он минимизирует человеческий фактор. Да, да, потому что он пилит ровно, он не думает, ну, он один раз подумал, это сделал. И пилит, да. Сразу присаживает в пласть. Пилит, сразу присаживает в пласть, остается только отсканировать, присадить в торец, и все, и отдать на сборку. Дальше люди собирают и едут ставить. То есть, можно... Привет, попозже, попозже, попозже-то. Это, это москвичи. Зорвали. Да, 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 его команда. Действитель решает еще очень важную проблему, как фрезеровка. У нас своя покрасочная, из-за этого он еще и фрезерует, при том делает очень много фрезеровок разных. Причем мы говорим не о внешних фрезеровках, а о фрезеровке по плоскости. В фасаде, которая сейчас достаточно востребована, полоски, там, ромбики, все, что угодно. Это не Нестинг, конечно, но, тем не менее, этот же станок, он, допустим, до вечера сделал раскрой с присадкой в пласть, а там вечером пару часов поработал на фасадах. Тогда знаете, как... И причем, это же как работает. Стол большой, форматный, 2 на 3. Они кладут целый лист, или целый лист ДСП, раскроют плюс присадка по пласти, или целый лист МДФ-а. Они сразу делают фрезеровки и раскраивают на деталях фасадных. То есть различные роды задач выдаются. И самое главное, с целого листа. Очень высокая производительность. Не по одному фасаду, как на обычном фрезере ЧПУ. Даже тот, что консольный фрезер, да, он часто одну или две детали только положить может. А здесь целый лист, да. Это, во-первых. А во-вторых, я могу сказать, что вот на том обрабатывающем центре Нестинга, ну, фрезер ЧПУ он на самом деле называется, но полноформатный, матричный, так называемый. На нем можно сделать вот где-то приблизительно до 40 заказов в месяц кухонь. В одну смену. В одну смену 40-42 кухни. То есть он позволяет. Позволяет это делать. В день две кухни. Да, в день две кухни на 22 рабочих дня получаем 44 заказа. Сергей, вы когда об этом рассказываете, у меня прям перед глазами стоит тот КАМАЗ, который постоянно на регулярной основе подгоняют к нашему производству. И ребята безжалостно вот эти, знаете, обрезки, остатки загружают туда и увозят в неизвестном направлении. Я предпочитаю этого не видеть, потому что душа... Нет, есть на самом деле определенная методика, с помощью которых мы минимизируем или грамотно работаем с деловыми обрезками. Есть деловые обрезки и есть просто обрезки. Да, вот деловые обрезки, нужно грамотно, значит, фиксировать их, отслеживать и всегда включать в каждом заказе в карту КРОЯ. Держать на складе? Держать на складе, как мы говорили. Значит, на них наклеивается этикетка, тип материала, размер, формат и включается в базу данных, в базе мебельщика, скажем. Друзья, вы поняли, куда подписаны, на какой канал, если вы являетесь производственным каналом Сергея. Пожалуйста, переходите, ссылки я все прикрепляю в описании к этому ролику. Спасибо огромное за ваш замечательный комментарий. Спасибо. Когда мы занимаемся технологическим аудитом, приезжаем на любое производство, с чего мы начинаем? Мы начинаем с обследования, изучения самого коммерческого предложения. На рынок что предлагают? Изучаем салоны и ассортимент и все прочее. Я серьезно не смотрел ваш салон и серьезно не сдавался, но я скажу общие, скажем, такие принципиальные вопросы. Общие, которые работают у очень многих производителей, где мы были. Во-первых, если у вас продающий салон, то здесь вот кухонный, у вас все кухни должны быть соответствовать тем архитектурным, конструктивным элементам домов и зданий, которые строятся в основном в городе. Понимаете, да? То есть вы должны иметь и знать эти архитектурные проекты. Во-первых. Во-вторых, у вас есть уже большая статистика от ваших менеджеров по продажам, какие кухни покупаются. Так вот, надо стремиться в салоне ставить именно самые реальные кухонные комплекты. Самые реальные. Наиболее близкие, те, которые покупаются. Это, во-первых. Во-вторых, все механизмы, которые самые распространенные. Вот, допустим, вы берете блюн, там дымбокс Антара в основном с ними работаете. Если агробоксами меньше, а вот с Антарой, значит, все кухни везде должны быть показаны. Антара, они все должны быть на самых функциональных элементах. Допустим, два больших ящика под посуду. Они там обязательно должны быть. Обязательно должен быть модуль, когда внутри второй внутренний ящик под прибор с поводком открывается. То есть это все элементы должны обязательно быть показаны. Везде показаны элементы, очень часто используются степонами от нажатия. Особенно на верхних, особенно на антресолях там наверху. Это все должно быть. То есть все ваши комплекты мебели, стоящие в салоне, должны быть максимально реальными. Максимально близкими к тому, что интересует клиента. Это первое. И второе. По нашему опыту, я в течение шести лет производил пленочные фасады, крашеные, алюминиевые, пластиковые. Вот те цвета, те фасады или те кухни, которые представлены на образцах в салонах, покупаются в первую очередь. То, что вы выставите в салоне, именно это будет покупаться. Понимаете? Поэтому вы, проанализируя свою статистику, за год или за два, вы увидите, какие типы фасадов у вас покупаются лучше всего. Выставьте их в салоне. Вот когда ты будешь производить реванацию, переделывать, модернизироваться в салонах. Обратите на это внимание. Это первое. И еще один совет, который работает жутко классно для любых производителей. Приведу пример. У меня там есть одно видео на канале, где я рассказываю о производстве в Дорохово, Подмосковье. Производство в Дорохово организовал бывший коммерческий директор компании «Лазурит». Очень умеет классно продавать. И у него вся команда была продажников с «Лазурита». Но когда он для себя ушел с «Лазурита» и для себя решил организовать производство в Дорохово, Подмосковье, у него ничего не получилось. Он не производственник, он просто не потянул. Потому что производство – это другая сфера вообще. И он в итоге через полтора года вложил туда очень большие деньги, продал производство. Он не потянул. Так вот, самая первая была у него ошибка в том, что, как и у вас, он предлагал все возможные цвета ДСП для в себе. Однозначно. И когда первое, что я к ним, когда приехал, начал у них выяснять, я им предложил первое. Ребята, возьмите статистику за год своих продаж и посмотрите, какие цвета корпуса были самые востребованные. Вы, проведя этот анализ, вы увидите, что их там очень мало ограниченное количество. Я тебе рекомендую не больше восьми. И в основном это будут однотонные цвета и два-три, может быть, что-то под дерево или что-то без, что-то такое. Просчитайте. Вы однозначно имеете возможность сильно ограничить. Вы сильно облегчите себе жизнь на производстве. Однозначно. Это во-первых. И второе. Когда ты введешь ограничения на ассортимент ДСП, который ты предлагаешь и для корпуса. О чем вчера говорил Аристо, правильно? Конечно. Директор по продаже. Когда вы внесете ограничение, именно предложение, ограниченное предложение по ассортименту и корпуса, и цветов ДСП, и даже цветов фасадов, пленки, что вы предлагаете. Даже столешница, допустим, тот ассортимент. Оптимизация пройдет. Понимаешь? Ты снимешь проблему выбора у клиента. Когда ты перед клиентом выбрасываешь 4 каталога по ДСП. Эгер, Ламарти, Кронашпаун, там еще что-нибудь. Выбираете. Когда вы выбросите 450 типа пленок ПВХ перед клиентом, знаешь, что происходит? Первое. Люди ломаются сразу. Мужики ломаются на пятой минуте. Это мы считали. Согласен. Женщины терпят до тридцатой, но вероятность того, что они сразу закажут, приблизительно 30-40%. Понятно. Ваша задача сократить предложение по ассортименту, чтобы повысить уровень продаж в 2 раз заключение сразу. Можно я добавлю чуть-чуть? Буквально недавно прочитал книжку, дизайн Икея называется. И вот как раз таки к вашим словам полностью соглашусь, разделяю, добавлю, что именно нужно посмотреть не только на статистику продаж, но и модные тенденции, коль мы уж называемся отелье. Если, значит, серый тренд в моде, значит, ну давайте серенького продавать или белый, или еще что-то такое. Вон даже Коля, продавая свои дорогие кухни, у него идет темно-серый корпус, правильно? По нынешней. Так, ладно, спасибо. Один, один последний момент. И предложите у себя в салоне. Ты правильно вспомнил Икею? А вот ты помнишь, когда ты специально приезжал, анализировал, как они продают? У них есть зал отдельный, был, во всяком случае, где у них предложены готовые дизайнерские решения. Стоит рабочая тумба с определенным цветом фасада. Стоит столешница к ней. У них интерьеры, они продают решения. Да, дизайнерские предложения. То есть, определенный цвет фасада, сразу подходящий цвет столешницы. Сценовая панель и навесной шкаф тоже подходящие. Это и есть дизайнерские решения. И у них таких дизайнерских решений, ну, чтобы 25-30 было. Клиенту всегда проще выбрать из готового предложения, чем выдумывать из головы, как это хорошо сделать. Согласен. Возьмите это на заметку, и у вас однозначно конверсия заказов повысится однозначно. Мы еще одну проблему решим. Сейчас, подожди секунду. И ты тем самым сильно облегчишь работу, производство. Сильно. И скорее всего, что-то я еще придумаю за дизайнеров. Что им станет легче. Однозначно. И менеджеры, просто вываливая готовое предложение, сразу будут с людьми говорить очень. То есть, первое, что тебе надо организовать именно снабжение, и снабжение, и работу склада, и 1С, ну, снабжение, и работу склада, вот то, что я сказал, о неснижаемом остатке. То есть, есть неснижаемый минимум, при котором загорается карточка 1С у снабженца, что надо закупить. И там четко стоит, для каждого типа, фурнитура или комплектующая, объем закупа. Ты сразу облегчаешь работу снабженца моментально. Ему не надо считать приблизительно. И она всегда тебе скупит ровно столько, сколько тебе в дальнейшем понадобится. Не придется ей по нескольку раз заказать одну и ту же позицию, обязательно, сейчас, дорогой, в итоге, вот если ты внимательно просчитаешь по статистике и материалы свои, и даже при... И ограничишь ассортимент. Разумно ограничишь ассортимент, ты в итоге перейдешь на схему работы производства по свободным остаткам. Исключить, без заказа, по свободным и снижаемым остаткам. И тогда срок пополнения динамический, он снизится автоматически, выпуск будет уже не полтора месяца, а и двадцать. Конечно, во-первых, абсолютно не будет... Вот то, что мы с тобой сегодня говорили. Ты, у вас правильно, в принципе, сделать заказ, запускается в работу только по звонку или по флажку, что вся, вся фурнитура, комплектующий материал в наличии. Вплоть до того, что если ты заказываешь крашеные фасады, что они тебе пришли на склад. Что ты их проверил по качеству и только тогда запускаешь весь корпус. Согласен. То же самое по фасадам пленочной. Так вот, у тебя по всем вот этим материалам, комплектующим материалам, у тебя отпадет проблема. Уже не будете вы планировать только по наличию материал. Почему? Склад всегда имеет свободные остатки, необходимые для этого заказа. И у тебя остается зависимость только от твоих хоутсорсинга, кто для тебя делает фасады, там есть какие-то искусства, столичные искусства. Я понял, да, я понял. Это у меня снабжение не каждый раз закупает при каждом заказе саморезы, при каждом. А разом одно, петли второе, третье. Объем, какой-то покупает тебе на месяц, скажем. Если мы возьмем, да, заказ, например, из 100 номенклатурных позиций в одну кухню, там петли, шканты и прочее остальное, то 80% правильно говорите уйдет и оборота снабжения облегчится на порядок. Однозначно. Не будет дыр никогда. Лайфхак, лайфхак. Не будет никогда дыр по складу, понимаешь, пожарного какого-то не будет. И ты пойми еще, вот если ты переходишь на систему ограниченной ассортимента корпусов для кухонь, ты какую решаешь проблему? Вот у тебя сейчас, ты закупаешь 5 листового, допустим, на кухне, попилили, бах-брах двух боковин, царапины, понимаешь? Новый лист. Если он есть, а если нет, ты отправляешь снабжение на закуп этого листа, правильно? Да. И заказ хлоп и остановился. Остановился. Вот и в чем. И тебя начинает трусить, понимаешь? Трусить. А если у тебя вот то, что сейчас ты ДСП используешь, Эггер, Кроношпан, Ламарти, а вдруг это разные поставщики? Ну да. Понимаешь? Разные. Попробуй, одному туда пульнулся, машину другому пульнул, и ты собираешь. Это большая затрат на логистику. Однозначно. И нервотрепка дико, и срок растет. А когда ты перейдешь на ограниченное, ты станешь закупать каким образом? Палетами. Палетами. А палеты другая цена. Дешевле. Со скидкой, дешевле, однозначно. А потом придешь к тому, что вообще ты будешь там 12 палет разом покупать, там 2-3 цветов, это еще скидка. Ты фуру покупаешь, понимаешь? Понимаю. Это плюс вот к снижению себестоимости. И для клиентов. И клиент получает мебель дешевле. И дешевле себестоимость меньше. Разве этого надо делать. Потому что я делал по 2000 с половиной квадратных метров пленочных фасадов в месяц. С Игоря Николаевичем он выпускал в смену 500 фасадов. По пленке ПВХ. Если у тебя там тоже будет вот топовые позиции пленок, которые очень хорошо покупаются. И ты их начнешь покупать не в нарезку, а рулоном. Вы видите Орлова, соседа. Рулоном. А что это значит? Это значит, что когда рулон, там меньше мусора, он запакован полностью с завода идет. А когда в нарезку у твоих поставщика, у которых ты берешь пленку, он начинает разматывать ее. Часто разматывают прямо на полу. Стоит так, он вокруг и разматывает. И вся пыль липнет на пленку сзади. И потом у тебя брак идет, да? И потом попробуй ее у себя на прессе очистить эту пыль. Понимаешь? Поэтому выгодно закупать рулонами. А рулонами знаешь, я еще продаю лайфхак, когда ты сможешь поставлять. А когда у тебя самые ходовые пленки будут здесь. Понятно. И они тебе будут идти не по одному рулону, а по три, по четыре рулона одного цвета. Тебе же все равно. Однотонный ты. Какой цвет ты продаешь и сколько что. Абсолютно. Клиент будет доволен. А производство намного легче. Но нужно поработать с дизайном. Потому что нужно предложить свои дизайнерские решения для клиентов. Сочетания. И даже продавать не одна раскладка, вторая раскладка, а сочетания. Лучше продавать 20-30 сочетаний. Хорошая идея, если, извините, скажу, это на самом деле классная идея. Правда говорить. Именно сочетания продавать никто не думал. Решите в комментариях Диме. Именно сочетания. То есть продавать не выберите себе верх и низ фасадов и столешницу, а выберите себе либо вверх-низ такая столешница, вверх-низ другая. Кстати, хорошая идея. А ты знаешь, как сделаешь? Ты сделаешь один фасад. Один фасад навесной и два фасада, скажем, для нижней тумбы и между ними столешницу и на стену повесишь. Сразу видно будет, понимаешь, сочетание. Да, да, да. И причем, вот ты будешь делать образцы фасадов. Ты знаешь, какой самый размер фасада, самый ходовой на любой кухне? Но это не касаемо... Нет, предположу только 300 на 700. А? 400 на 700, наверное, предположу. Нет, самый ходовой размер на любой кухне вот такой. Это 716 на 296. Ну, понятно, да. 720 на 30. Это больше всего продавалось. Я же говорю, я их делал, знаешь, чтобы их наделал? Это самый ходовой размер. Если ты пересчитаешь, то всегда будет вот такой. Но ты делаешь эти сочетания и делаешь вот целую стену образцов готовых решений. И тогда ваш менеджер подводит к готовым решениям. И человек сразу будет выбирать. Потому что вы продумаете, продумаете, вы предложите, у вас хороший вкус. Понимаешь? А у людей часто вкуса не хватает выбрать. И они говорят, а я не знаю, что хочу. Смотрите, пильщик пилит. Пильщик пилит. Допустим, там 40 деталей, да? В заказе. Он пилит, 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 бах, где-то с полом сам посмотрел. Блин, не годится. Деталь не переделывать, нет материала. Все эти положил, вот это положил. Я сразу хочу отметить, вот это очень правильная вещь, очень крупные наименования заказов. Они видны издалека. Это очень важно. Многие очень пользуются только документами базиса, которые мелким-мелким шрифтом номера заказов или номиновники. Да. Вот это очень правильно, что у вас делал. Так, правда, я бы еще ввел бы номера сквозные, потоковые. Какой заказ, за каким. Но я потом, если надо, расскажу, в чем идея. Но вот это правильно. Так вот, смотрите. Он не допилил. И сам обнаружил, две детали пошли в брак, материала нет. Да и он все равно, как начальник производства, отмечен. Просто этот заказ дает информацию либо мастеру, либо начальнику производства, в зависимости, кого поймал первым. Я заказ не могу перевести, у меня не хватает материала. Либо мастер, либо я... Как это отмечается? Подожди, он сейчас тебя договорит. Либо мастер, либо начальник производства пишет информационное письмо соответствующим службам. Это служба сервиса. Потому что заказ мы не можем выпустить уже изначально на первом участке. Это служба снабжения, потому что нам необходим материал. На любых, на большинстве мебельных производств возле расстроечного участка стоит вертикальный стеллаж для деловых обрезков. И они учитываются на них, даже вплоть до того, что скотчем наклеивается и пишется, размер на них пишется. И переводится в склад готовый, в склад материалов в системе. Деталь больше 0,5 листа, она возвращается на склад плитных материалов, учитывая складочков. И вот когда технолог дает раскрой на любой цвет, он обязательно должен, у нее должна быть информация в базисе, что есть вот такие деловые обрезки. Понимаете? Пока базис склад у нас не работает. Да. И тогда у вас будет перерабатываться деловые обрезки. Но стеллаж там для деловых отходов вам надо поставить. Смена задания выдается на следующий день по системе. То есть логика такая. То есть вот там заказ стал на этап подготовка склада. Берется тележка, вы правильно сказали. Склад набирает материал и выкатывает к пиле, а пильщики только стоят и пилипят. Я хочу сказать несколько слов про вашу систему. Давайте, давайте. Ну, я очень часто ориентируюсь именно на биржевое производство. У них есть очень интересные методы. Очень интересные методы. Так вот, процесс принятия решения, какой за каким заказом делать, надо забрать у рабочего. Ему он не нужен. Надо сделать так, как вот, Игорь, вы сейчас практикуете на планерке, да только на словах. А надо делать на документе. Надо вам пустить в оборот документ, который называется сменное задание по участкам. И на планерке он конкретно, в сменном задании написан заказы, порядок заказов, который он должен сегодня сделать. Разрешите оспорить? Давайте. У каждых заказов есть срок выпуска продукции. Пильщик видит, когда ему выпускает тот или иной заказ. Ему не нужно сменное задание. У него на пиле стоит два заказа. Первый и второй. Он идет вниз и видит по календарю, когда должен быть первый, когда второй выпущен. Он сам это видит. А мы минимизируем сменное задание. Бумагу убираем. Нет, не в этом суть. В чем суть? Не понимаю. Вот смотрите. Вот на кромке сколько? 8 заказов. Ну, сейчас, да, она перегружена. Вот такой из этих заказов кромщик сейчас должен делать? Он идет в календарь, смотрит, который первый по выпуску, тот и делает. Игорь, скажите, как вы сейчас делаете? Самый ранний. А? Самый ранний. Вы с утра сами сказали? На планерке, на словах говорите? Я дублирую словами, но без всяких бумаг. Констенсирую внимание. Начинаем с этого заказа. Дальше идете по выпуску. Я вам... Вот сменное задание как таковое, это документ. Это общепринятый документ на подавляющее большинство производства. Я вам могу сказать, что мы наоборот буквально уходим от этих всех бумаг. Кто-то, знаете, правило трех З? Забыл, запил и... Пробухал? Да, типа того. Я не рекомендую вам давать возможность рабочему принимать решение, какой заказ за кем делать. Так, пусть им выполняют ваши документы. Они не принимают никакого решения. А как? Они смотрят? Принимаю изначальное решение я. И запуск... У нас, скажем так, тон всему цеху задает сердце нашего производства. Это распилов. Ну, давайте я как тресейский судья... Я не понял. Не-не-не, я скажу так. Я вам-то скажу. Вот мы свое знание зрения, свое мнение. Давайте, сейчас. Когда я сюда пришел, вот с такими талмудами... Викторич, можно расскажу, да? Я вот зашел в цех, когда меня Викторич отпустил там, по прошествии нескольких дней, я... Пуй вот еще палет, непонятно, как, что это, как это. Вот такая пачка столешниц, вот такая пачка HDF-а, и вот такая пачка фасадов, пластиковые АБТ. Я поэтому вам не говорю. И мы сразу же с Викторичем ввели правило. Заказ полностью с пилы идет весь, включая HDF, корпус, фасады, скорейство и все остальное прочее. И проходит по всем участкам. Правильно. На подавляющее большинство производства есть диспетчеризация определенная. Все, весь, все состояние каждого заказа видит один человек. Видит вот это все. И он сам принимает решение, к нему сходится вся информация, вплоть до того, что привезли фасады, привезли волшебный уголок там, привезли алюминиевые фасады или задняя стенка, есть или нет. Он это все, это видит. И сам управляет движением заказа. Но рабочие конкретно получают на руки один документ, единственный, каждое утро. Друзья, у меня есть идея по поводу этого спора. Сменное задание. Кроме сменного задания, на любом полете деталей, есть еще маршрутная карта. Но у вас толком не нужна, у вас по одному станку стоит. Маршрутная карта, она определяет порядок движения каждой типовой детали. Можно я включусь? У меня есть классное предложение для коллег-производственников. Надо учесть интересы одной и второй стороны, а я как третейский судья вынесу предложение. Мы сделаем сменное задание в Битриксе и нумерацию вот в этом конбане сделаем. Один, два, три, четыре. И тогда при переходе с этапа на этап, там просто будут циферки. Один, два, три, четыре. Мы уйдем от бумаг, но при этом мы внедрием сменное задание. Кайф, кайф. Нет, не кайф. Почему не кайф? Еще раз про бережливое производство. Знаете, один из видов потерь. Это лишь лишнее движение людей. Ходьба. Вам надо оттуда рабочему прийти сюда, потратить время, посмотреть, принять решение. Пошел, взял, кромил. Чш-чш, подожди, теперь я договорю. Так вот, вы, если сейчас возьмете и произведете фотографию рабочего времени каждого станка, каждого первого номера, вы увидите, что ваша продуктивность составляет не больше 22-25%. Все остальное время два вида потерь. Или те потери, которые необходимы, скажем, без них не обойтись, или потери, которые можно обойтись без них. То, что невозможно обойтись, это настройка оборудования. Понимаете? Всего. Без этого не обойтись. А те, что можно обойтись, без них можно обойтись. Ходить оттуда, принимать решение, посчитайте время. Раз. А если он с утра на планерке получит задание и просто кусок бумаги, можно на словах, но на словах нельзя, надо на бумаге. И там указано, какие заказы он сегодня уже взять и в каком порядке. Он больше не будет к вам приходить в течение дня, он сюда не будет подходить и принимать решение, какой заказ на каком участке дальше двигать будет один человек. Или вы, или ваш мастер. Он, сейчас, секундочку, он будет все это видеть, вся информация. Но у него будет и сейчас вся остальная информация связана с приходом фасадов сторонних, там столешниц, чего-то вдруг не хватает, еще чего-то. А когда, еще коротко, у вас какой-то деталь забраковали, дальше не идет, делается обычно такая штука. На нее ставится, на такой подставке, на желтой бумаге, надпись стоп или брак. и у вас регламент или операционные инструкции, как только на поддоне стоит табличка стоп или брак, никто не имеет права ее двинуть дальше. Ее имеет право снять табличку только тот, кто восполнил необходимые детали. Это визуализация. Простейшая. Что я говорю, это значит, чаще всего на производстве так делать приносят, конечно, результаты. То, что я сегодня говорил про, допустим, про туз, сами пилу, вы возьмите и сделайте фотографию рабочего времени и реально посмотрите, сколько времени ваши рабочие непосредственно работают, обрабатывают детали. Я готов спорить, что оно не больше вас 22%, 25% максимум. Хорошо. Это совсем не высокий показатель, он может быть намного больше. Но вы это сами увидите, когда просто снимите фотографию рабочего времени. Да, понятно. Значит, основные потери, которые у вас будут, я говорю, это, во-первых, потери, ну, что связано здесь у вас, излишнее перемещение людей, бегают туда-сюда. Они, я все равно категорически против того, это мое мнение, вы будете думать сами, принимать или не принимать, к тому, чтобы рабочим давать право принимать решение, какой следующий заказ делать. это не их задача, а как я говорю, вопрос не по окладу. Люди должны исполнять указывающие документы, управляющие документы, принимать решение о том, какой заказ на каком участке сейчас делать, вплоть до того, до запуска заказа, должен один человек. это вот администратор или планировщик, ответственный человек, который владеет всей информацией по каждому заказу. Вплоть до того, до тонкости договора, какие-то там дополнительные требования, клиенты могли появиться, или там перенос какого-то договора, человек, допустим, говорит, через месяц мне только нужна кухня и соответственно этот человек, или там полная рекомплектация кухни, готова ли она вот дойти сюда в полном, готовом виде. Этим обладать может только один человек и он должен заниматься планированием. Хорошо, приняли. Так вот, вот эта система Bittrex, это должна вот быть на втором этаже у него на рабочем месте, а он управляет людьми вот с помощью один из вариантов это сменные задания, что я сказал. Сейчас, секундочку, я договорил. Сменные задания. На каждый день люди получают сменные задания, какие заказы они сегодня обязаны выполнить на этой операции. И они их выполняют, не задумываясь больше ни о чем, не принимая никаких решений, не беря на себя ответственность, никакую. Это не их задача. Понимаете? Это вот касаемо документа оборота. Дальше. Вам надо минимизировать всевозможные пустые движения людей по цеху. Ну, вы сказали, да? Да, я про это говорил. И это на каждом участке внимательно надо посмотреть. Понял. Дальше. Что очень важно. Для всех рабочих мест вам необходимо применить методику 5С из Бережлива производства. Это оптимальная оптимизация организации рабочих мест. Да, чтобы... Понятно, да, я понимаю. В чем она заключается? Она заключается первое. На каждом рабочем месте вы должны выложить на стол все инструменты, все приборы, всю документацию. Потом разряжается, понятие. Да, то есть их выложить и оставить на этом месте только те инструменты, материалы, там, меритель, инструменты, там, всевозможные другие, которые они используют в течение месяца. что у них на этом столе будет использоваться чаще, чем один раз в месяц, должны убраны быть на склад и сданы на склад. Реже, реже, точнее, не чаще, реже. Реже, да, реже одно месяц, они не нужны. Так, потом для каждых этих приборов, инструментов вы организуете место хранения. Обычно это делают шкафы всевозможные или доски, на которых нарисован каждый инструмент. Нарисован прямо введен и в нем она сразу видна, и он должен каждый день все положить на место, все убрать. И причем один очень важный такой момент, часто на многих производствах, особенно на небольших, у них вот эта линейка мерительная, которой они пользуются, они бывают разнокалиберные, просто не подходят одно к другое. Что делается? Закупается мерительная линейка, отъюзированная по какому агрегату? Ну, по этому, ой, да не знаю, по какому. По форматнику. Форматник режет основные размеры. Игорь Николаевич, короче, форматник, вот возьмите 5-6 разных рулеток и сравните с форматником, который максимально подойдет, вот вы должны брать только эти рулетки, никакие другие. Все остальные рулетки повыбрасывать с производства. И на каждом месте должна быть своя рулетка. Очень часто люди бегают между участками дай рулетку, дай рулетку, или дай твердку, дай ключ. Здесь я согласен. Вот это. Вот это на латте. У каждого должно быть полный набор. Полный набор этого. Дальше. Что тоже очень важно, на серьезных уже производствах как бы делается. Делается зонирование. Определяется каждому станку рабочая зона, рисуется прямо. На полу прям рисуется. Рисуется на полу вплоть до того, что на распиловщике нарисовано место, где должен стоять мусорный ящик. Только здесь он должен стоять, нигде. И отдельно зона, так называемые подстопные зоны, подстопные зоны, где определены места, куда он должен стоять поддоны. Понятно, да. Только в это место, никуда. И отдельно нарисованы у вас так называемые логистические маршруты, транспортный коридор, по которым идет все перемещение. Будет порядок. Я согласен с вами полностью. Надо понимать просто, как это реализовать на таких площадях. Все это можно. Все это сядете, подумаете, вот с этой точки зрения все это реализовать вполне можно. Спасибо большое, Сереж. Это нам видео... У меня много чего еще есть и рассказать на сайте. Можно за камерой тогда. Можно за камерой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!